Парша Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком заболевании, как парша. Парша поражает очень многие сорта яблок, и парша может быть и на грушах. И мы поговорим сегодня именно о парше на плодовых деревьях. Парша выражается в том, что яблоки и груш, их плоды покрываются такими сыроватыми, шершавыми пятнами. Есть сорта, которые очень сильно поражаются паршой. Это наш любимый мельба, это наш любимый жигулевский. Вообще, это парша больше характерна для ранних сортов. Сейчас выведены так называемые иммунные сорта. Это сорта, которые генетически не поражаются паршой. Но в большинстве своем это позднеспелые сорта яблок. Лоба, например, один из иммунных сортов. Для того, чтобы не допустить на яблони и груши такого заболевания, как парша, если вы знаете, что данный сорт подвержен вот этому заболеванию, применяем препарат Скор. Препарат Скор нужно применять правильно. Нужно сделать три опрыскивания. Первое опрыскивание делается в период так называемого зеленого конуса. Когда еще почка только-только лопнула, лист не развернулся, и на почке появился такой зеленый кончик. Второе опрыскивание после цветения, когда завязались плоды. И третье опрыскивание после сбора урожая до листопада. Нам нужно обработать наши деревья для того, чтобы в зиму не осталось возбудителя этого заболевания. А возбудитель – это грибок, который прекрасно зимует на листьях и который прекрасно зимует в почве. Для профилактики данного заболевания, во-первых, если вы знаете, что сорт слабый к Порше, мы убираем всю листву из-под дерева и ее сжигаем. Перекапываем приствольный круг, а ранней весной, как только сойдет снег, можно делать профилактическое опрыскивание, взяв стакан мочевины или карбамида и разведя ее в 5 литрах воды. И вот этим концентрированным раствором мочевины нужно сделать опрыскивание. Но еще раз повторюсь, это нужно делать ранней весной, когда почка еще не проснулась. Наши советы и ваши профилактические мероприятия помогут вам избавиться от Порше и получить прекрасный урожай яблок и груш.